Новый геймплейный трейлер MMORPG PIONEER, вдохновленный сталкер. Уютный Suwarville Solar Punk, пролетающие острова, успешно проспонсирован на Kickstarter. Новый трейлер The Crew Motor Fest, анонсировано Blade Runner 2033, Labyrinth. Действие развернется между событиями фильмов. И наша мощнейшая портативная игровая консоль ROG Lite. Все это сегодня в выпуске. Всем привет, с вами Никита, это ROG Pulse, новости Republic of Gamers, инновации, технологии и крутые новинки по продуктам, это все про нас. Сегодня пятница, а значит новый очередной выпуск. Свежая порция актуальных новостей, много интересной и полезной информации. Всем приятного просмотра, погнали. Новый геймплейный трейлер MMORPG PIONEER, вдохновленный сталкер. В июне 2021 года появились новости о MMORPG под названием PIONEER, которая была вдохновлена сталкер. С тех пор уже разработчики пару раз публиковали контент, но редко и после долгих пауз. Сейчас как раз один из таких случаев. Появился новый трейлер с игровым процессом. ПIONEER главной целью будет выживание и исследование опасного мира, где угроза исходит как из окружения, так и от других игроков. По словам разработчиков, особое внимание уделено событиям, также фракциям и квестам, в которых участвуют игроки. Станьте наемником, бандитом, соратником каравана, исследователем или первопроходцем. В игре представлен огромный выбор ролей, которые позволяют вам стать полноценным участником различных событий на архипелаге. Игроки смогут объединяться с другими искателями приключений и действовать группой. Таким образом, они смогут исследовать аномалии, сражаться с охотниками из других фракций и выполнять специальные миссии. Кроме того, игроки смогут строить аванпосты, улучшать свое снаряжение и устанавливать торговые маршруты. Даты релиза Пионер пока что нет. Уютный Survival SolarPunk, пролетающие острова Студия CyberWave и издательство RockaPlay объявили об успешном окончании сбора средств на кооперативный Survival SolarPunk. Разработчики хотели собрать на Kickstarter чуть меньше 33 тысяч долларов. Однако итоговая сумма превысила 332 тысячи долларов. Цитата Патрика Дерийко, соучредителя и программиста CyberWave. Мы очень рады, что SolarPunk заработал примерно в 10 раз больше, чем мы рассчитывали. SolarPunk уже более четверти миллиона раз добавили в списки желаемого в Steam, что намного превзошло наше ожидание. Мы знали, что создали отличную игру, и очень приятно видеть, что так много людей в восторге от SolarPunk, как и мы. SolarPunk — это survival в технически продвинутом мире плавучих островов. В одиночку или вместе с друзьями вы можете строить здания, выращивать еду, мастерить гаджеты и отправляться на своем дирижабле исследовать далекие острова в небе. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5. Тайтл выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Но когда именно, пока что неизвестно. Сегодня в выпуске, ребят, я вам кратко расскажу про все особенности и характеристики наикрутейшей игровой портативной консоли ROG Li. В консоли ROG Li применяется новейший процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, изготовленный по передовому техпроцессу 4 нанометра. Данный чип воплощает микроархитектуру Zen 4 и включает в себя графическое ядро RDNA 3. Поддерживаются современные технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution и Radeon Super Resolution, благодаря которым консоль способна повышать частоту кадров без ущерба для качества изображения. Устройство может работать в трех выбираемых пользователем режимах с разным соотношением производительности и энергопотребления. Тихом 9 Вт, скоростном 15 Вт и турборежиме 25 Вт и 30 Вт при работе от сети. Команда ROG тесно сотрудничала со специалистами AMD над тем, чтобы полностью раскрыть огромный потенциал процессора Ryzen Z1 Extreme в формате портативной игровой консоли. Консоль прекрасно справляется как с инди-играми, так и с более требовательным графическим ресурсом играм категории AAA. Также оснащается сверхскоростной памятью LPDDR5 6400 МГц, которая обеспечивает быструю передачу данных на ядра CPU и GPU, что приводит к плавной и быстрой работе без каких-либо заминок. Консоль имеет до 512 ГБ молниеносной памяти PCI-Express Gen 4 и предоставляет достаточно места для всех игр, а также обеспечивает сверхбыструю загрузку. Твердотельный накопитель M.2 2230 в ROG Li можно легко заменить и сделать свой апгрейд. Вы можете открыть крышку, чтобы получить доступ к слоту M.2, а затем установить новый SSD, вставив его в слот и закрепив винтом. ROG Li может похвастаться впечатляющим дисплеем, который не уступает игровым ноутбукам гораздо большего размера. Консоль наделена 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и поддержкой адаптивной синхронизации FreeSync Premium. Поэтому превосходная плавность и четкость изображения гарантирована даже в самых динамичных играх, без подвисания и разрыва кадров при снижении FPS. Широкий цветовой охват 100% sRGB гарантирует точное представление любого контента, каким его задумывали авторы. В дополнение дисплей имеет покрытие Corning Gorilla Glass DXC, которое обладает увеличенной твердостью для улучшенной защиты от царапин. Так как консоль предназначена для игры в любых условиях, поэтому и охлаждение требуется универсальное. Обычные решения полагаются на силу гравитации в работе тепловых трубок, но для ROG Li пришлось придумать нечто более эффективное – специальную трубку с сетчатой структурой. Термосистема с нулевой гравитацией. Новейшая система охлаждения ROG Zero Gravity, в которой используются два вентилятора, радиатор с ультра-тонкими ребрами и тепловые трубки с высоким коэффициентом трения, способствуют эффективному отведению нагрева. Консоль, кстати, весит всего 608 грамм. Этот вес позволяет удобно держать ее в руках во время длительных игровых сессий, и консоль легко носить с собой в рюкзаке. Кстати, если же хочется максимально прокачать графическую производительность, то можно еще подключить ROG Like к док-станции ROG XJ Mobile, которая содержит мощную видеокарту, вплоть до Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбоков. И имеет множество портов для периферийных устройств и монитора. Подключение осуществляется предельно легко и быстро, после чего вам гарантирована бескомпромиссная графическая производительность и великолепное изображение в ААА играх на уровне стационарных ПК. Полный обзор консоли, включая тесты на производительность, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. ROG LI. Все игры всегда под рукой. Новый трейлер The Crew Motor Fest В конце июня Ubisoft Ivory Tower провела показ The Crew Motor Fest, где представила новый трейлер гонки в открытом мире, а также поделилась новыми подробностями. Например, создатели подтвердили 600 тачек и другой техники на старте, среди которых Ferrari, Lamborghini, Maserati, Nissan, Toyota и многие другие. Кроме этого, Ivory Tower продемонстрировала множество новых активностей, а также сообщила, что в The Crew Motor Fest будут сезонные активности каждые 4 месяца и VIP-плейлисты. Стало известно, что закрытая бета-рейсинга пройдет с 21 по 23 июля. The Crew Motor Fest — гоночный симулятор в открытом мире. Новая игра в серии The Crew. Игроку предстоит участвовать в автомобильном фестивале на острове Оахо в Гавайском архипелаге, чтобы посоревноваться в скорости с другими гонщиками на улицах Гонолулу, в густых тропических лесах и даже по склонам вулкана. Смотря на все это, вам этот проект не напоминает кое-какую другую игру? The Crew Motor Fest выходит 14 сентября на описи и консолях обоих поколений. Игроки The Crew 2 смогут перенести свой парк техники в новую игру. Анонсировано Blade Runner 2033 Labyrinth. Действие развернется между событиями фильма. Студия Anapurna Interactive анонсировала Blade Runner 2033 Labyrinth. Игру по вселенной бегущего по лезвию. Подробностей о тайтле очень мало. Известно лишь, что выйдет она на PC и консолях. А сюжет развернется между событиями оригинального фильма и продолжения про 2049 год. В Steam у Blade Runner 2033 стоят следующие теги. Приключения, исследования, 3D, киберпанк, антиутопия, будущее, расследование, контроллер, глубокий сюжет для одного игрока. Судя по описанию, игра должна ответить на вопрос, что делать бегущему по лезвию, когда не осталось репликантов, на которых можно охотиться. И вот слова, которые говорит протагонист в трейлере. Многие потеряли что-то во время блокаута. Мне повезло. Я просто лишился работы. Но теперь они зовут меня обратно. Последняя Blade Runner вышла в 97-м году. Это была адвенчура, разработанная студией Westwood. Blade Runner 2033 Labyrinth создается для ПК и неназванных консолей. Сроки выхода не называются. А студия уверяет, что ждать осталось совсем недолго. На сегодня это все, ребят. Я по традиции с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это ArrowG Pulse. Следите за новостями Republic of Gamers. Будьте с нами, держите руку на пульсе. Будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok